Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня понедельник. Новая неделя началась. И, естественно, нас, как всегда, в это время волнует, что происходит на финансовых площадках. Особенно после интересного дня, последнего дня прошлой недели, после интересной пятницы. Итак, сегодня мы обсуждаем ситуацию на финансовых рынках. В частности, тема сегодня мы вынесли. Ситуацию на российском рынке. Более всего нас наверняка будет интересовать. Вот об этом мы поговорим. Представлю гостей. В студии сегодня Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов банка «Стройкредит». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, друзья. И Евгений Шаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией «Инго Страх Инвестиции». Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, для вас телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы или делитесь собственными наблюдениями на этот счет. Ну и традиционно 18.05 в Москве. Давайте начнем с того, что я нарисую картину маслом. Посмотрим, что на это время дают нам основные индикаторы. Итак, и так, и так, и так. Ну давайте с отечественных индексов начнем. Индекс РТС в плюсе на 18, еще раз, на текущий момент. Половину процента он прибавляет. 1418 его текущая котировка. Ну, понятно почему, потому что индикатор долларовый. А индекс МВП, напротив, у нас теряет сегодня больше, чем полпроцента. 1407 его текущая котировка. Вот так получилось, что под закрытие разнонаправленно торгуются основные индикаторы отечественного рынка. И американцы открылись и оба, и СНП 500, и Доу Джонс в небольшом минусе по 0,2%. Европа в лице Великобритании, в лице Фудси 100 сегодня в небольшом плюсике 0,2%. Ну, а лидером сегодняшнего роста, ну, я бы сказал так, традиционно стал индикатор фондового рынка Японии. Никей-225 прибавил сегодня почти 3% вновь. Это, что касается, да, это, что касается рынков фондовых. Что происходит на сырьевых рынках и на Форекс? В моменте смотрим, бренд ниже 105, 104,60 за бочку. Золото 1575 за баррель, пардон, за унцию. И индикатор рынковалютного евро-доллара выше 1,30, 1,30, 21. Его текущая котировка. Набор голубых фишек сегодня в основном в минусе, причем в серьезном минусе. Я могу, я могу, значит, в качестве примера Аэрофлот 2,5% потерял. Роснефть 2%, Ростелеком 2,3%, Росгидро 2,5%, Северсталь 2,7%. В общем, так все, все так как-то печальненько. Впрочем, да, есть у нас истории лучшего рынка, выглядящие, как минимум, это акции банка ВТБ, прибавляющие больше, чем 2,5%. Чуть скромнее прибавляет Сбербанк, меньше процента и полпроцента акции МТС. Вот такова картина маслом на это время. Итак, давайте начнем разговор. В начале, как всегда, Сереж, тебе вопрос первый. В начале, как всегда, давайте, собственно, обсудим ситуацию в целом на финансовых рынках. Ну, если не возражаешь, вот закрытие прошлой недели, связанной с статистикой по рынку труда. Да нет, я не возражаю, с удовольствием. Статистика по рынку труда американская. Да, конечно. Ну, что, там ситуация интересная. В общем-то, это уже обсуждалось и достаточно широко. То есть, что имеем? Имеем уменьшение обращения за пособиями. Ну, если так, упрощенно немножко. Как бы, очень хороший, так сказать, сигнал для рынка, что, значит, соответственно, восстановление производства, восстановление экономики. Как бы, посыл понятен. Но, в то же время, эксперты отмечают, что наряду с сокращением обращения по пособиям уменьшается и база. То есть, база работающих, ну, потенциально работающего населения, которое может либо работать, либо обращаться за пособиями. Так вот, поскольку она уменьшается, то, соответственно, говорят эксперты, а не в этом ли причина уменьшения за пособиями-то? Не в том, что занятость увеличилась. Да, да, да. А в том, что просто сократилась база, а сокращаться она может, опять же, почему? Что либо за пособиями обращались уже такое продолжительное время, что вышел определенный временной лимит, и, соответственно, там, ну, вот эти обращения, вернее, эта помощь, она как бы немножко там диверсифицирована, то есть из разных источников, и при превышении некоторого срока остаются только там все меньше и меньше этих источников, то есть там уже социалка остается одна, вот, либо, либо... Ну, то есть проблема статистики просто, да? Да, либо, что еще более неприятное, это происходит, что люди теряют, доквалификацию получают, то есть за счет того, что давно очень не занимаются тем, чем обучены, чем имеют опыт, так сказать, теряют квалификацию, либо с точки зрения работодателей потенциальных, либо уже и по собственному мнению, и, соответственно, тоже не претендуют уже на те места, на которые претендовали раньше. Очень неприятный момент, как к нему отнестись? В общем, я, наверное, немножко в этом плане поддерживаю пессимистов, то есть нехороший признак, и все это похоже на просто, ну, вот такую игру, что, вот видите, уменьшается число обращений за пособием, как хорошо. Вот если же... С одной стороны. Да, если же вспомнить рынок в целом, да, то есть вот в пятницу вышли очень хорошие данные по российскому рынку, что увеличился приток, очень, причем сильно увеличился приток денежных средств в облигационные фонды. То есть конкретно порядка 130 миллионов долларов. Это хороший показатель, за достаточно большой срок его можно считать рекордным, и это вселяет оптимизм, по крайней мере, в тех людей, которые смотрят на наш рынок. Очень хорошо, очень хорошо. Жень, значит, мы начинаем новую неделю, ну, и практически, можно сказать, что второй квартал начинается именно с этой недели, потому что впереди сезон отчетности, да, и наверняка рынки будут прежде всего смотреть именно на эти данные, вот с завтрашнего дня, насколько, или сегодня даже уже, да, по-моему, после окончания американской сессии, отчитывается Алко. У тебя какие ожидания? У тебя конкретно какие ожидания? У меня хорошее ожидание по поводу этой отчетности, я вообще не разделяю пессимизм коллеги относительно американской экономики. На мой взгляд, все-таки процесс восстановления там есть, и об этом говорят не только индикаторы по безработице, но и по рынку недвижимости, например. В действительности, американская экономика сейчас выглядит гораздо конкурентоспособнее любой другой. У них низкая процентная ставка, у них самые дешевые энергоносители, даже по сравнению с российскими. То есть, если, собственно, и восстанавливаться экономики, то какой, кроме как американской? Вот, и с этим, скорее всего, связано то, что деньги со всего мира бегут сейчас в Америку. Ну, и если вновь опять, да, отметить ожидаемую статистику, если ты говоришь, что ожидания у тебя по этим цифрам положительные, то деньги так и продолжат бежать в Америку? Ну, какое-то время, скорее всего, да, пока не начнется, вот, опять обсуждение лимита госдолга. Это в мае должно произойти. Уже идут попытки досрочно, ну, по крайней мере, обсуждается досрочное завершение КУЕ. Соответственно, вот, какая-то из этих тем, наверное, в какой-то момент выйдет на первый план, и в Америке начнется коррекция. Вот, что будет тогда с нашими рынками, не очень понятно, потому что, возможно, два сценария. Либо мы начнем падать еще сильнее, либо все-таки часть денег оттуда придет на развивающиеся рынки. Ну, надо сказать, что мы не уникальны вот в этом процессе, когда рынки развитых стран растут, а мы падаем. То есть, Индия также падает, Бразилия также падает. Поэтому идет отток просто с рынков развивающихся стран в Америку. Потому что, вот, объективно, ситуация в экономике там лучше, чем где-либо. Как только они начнут падать, тут возможны вот варианты. Ну, добавить я хотел бы, безусловно, я как раз согласен с моим коллегой, что если где-то и расти, то в Америке, и все, ну, будем говорить, благоприятные условия для этого созданы. Другое дело, что, на мой взгляд, все-таки... Извини, пожалуйста, а что ты считаешь благоприятными условиями? Ну, низкопроцентная ставка. Опять же... Программа количественных вещей. Да, которая работает уже, третья ступень запущенная уже достаточно давно. То есть, почему бы и не начаться рост, да? Вот это-то меня избивает с толку. Вот все как бы создано, да, и условия лучше, чем везде. Но, если откровенно говоря, не видим того, что должны были бы увидеть, по большому счету. Да, есть некоторые вещи, которые сигнализируют, что да, что-то происходит, что-то в хорошем смысле, но слишком несоразмерно с усилиями, несоразмерно с удобрениями, которые были внесены. Я бы так сказал. Я понял тебя. Хорошо. Ну, и тогда надо говорить о том, что количество этих удобрений, оно в какой-то момент, да, либо, а, сильно сократится, либо, б, наоборот, сильно увеличится. Да, потому что почта, так сказать, перестала реагировать в определенной степени. Ну, то есть, вот, исходя из этой логики, да, на ваш, ну, на твой взгляд. И вот то, что мой уважаемый коллега сказал, что он не помнит, он не помнит случая, когда, допустим, мы растем на падающем, или я неправильно понял? Ну, я правильно говорю, если Америка начнет корректироваться, да, Женя, насколько я понял? Да, вот я это в моменты не помню, чтобы мы подрастали на падениях развитых рынков. А 2008 год? 2008 год? Самое начало, да, но потом зато, как ушли-то, хорошо. Присоединились, да, что это называется? Я так понимаю, что да. Так, хорошо, хорошо. Значит, в любом случае, мы с вами будем говорить, ну, уже после новостей, наверное, да, о том, как же действительно будет коррелироваться, или как коррелируется отечественный рынок, вот с тем, что происходит сейчас за его пределами. Наверное, есть смысл, да, повторить о том, что достаточно позитивно все выглядит в Америке, и будут ли подтверждения этого позитива от СИЗО начнут, получим ли мы подтверждение этого позитива, это дело времени. Дальше, наверное, надо посмотреть в Европу, потому что там позитива меньше гораздо, и даже сегодняшняя, ну, незначительная статистика по еврозоне, ну, в частности, да, промпроизводство в Германии там выходило, она такая неоднозначная, но тоже особо позитива не добавляет нам. Надо, наверное, будет упомянуть текущую ситуацию на сырьевых площадках, что нефть так уверенно держится ниже 110, хотя мы некоторое время назад считали 110 нижней границы диапазона. В общем, обо всем об этом мы поговорим сейчас, чуть позже, сейчас новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, в гостях сегодня Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит» и Евгений Шаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией «Ингос Страх Инвестиции». Давайте начнем обсуждать ситуацию на российском рынке, тем более, что. Вот за эфиром мы как раз этой темой коснулись, все время очень интересно. А что сейчас влияет, что оказывает влияние на этот самый российский рынок? Вот под тему мы вынесли отношение, ну, в частности, российского рынка к некому аппетиту, к риску, но сейчас как-то неоднозначно выглядит это, да? Есть аппетит, нет аппетита, у кого есть аппетит? Ну, очевидно, что вот у американцев есть аппетит, а у кого больше нет аппетита. Очень сложно сейчас, да, определиться, жесткие корреляции. Опять, если посмотреть на цены на нефть, вот они сейчас уже ниже 110, и не исключено, что пойдут ниже они, да. Опять же, тут вопрос не только аппетита, но еще и того, как оценивать риск. Да, да, да. Аппетит к чему у каждого свой? Совершенно верно. Сережа, ну, если не возражаешь, давай вот с себя начнем. Как ты оцениваешь вообще, ну, так, я бы сказал, стратегический, да, российский рынок, и с чем, прежде всего, точнее, да, связана его динамика? Ну, Олег, я догадываюсь, что, говоря о российском рынке, вы, в первую очередь, наверное, имеете в виду рынок акций все-таки. Да, да, я думаю, что да. Я-то потому, что как раз с акциями, ну, не то, чтобы завязало надолго, но, по крайней мере, сейчас, я откровенно скажу, я без позиций, ни длинная, ни короткая, достаточно уже длительное время, поэтому из одного из этого можно уже сделать вывод о моем отношении к рынку. Ну, хорошо, мы сделали, да, со стороны вывод, а все-таки очень хочется мотивацию твою. Вот ты какое-то время завязал, ну, я надеюсь, не навсегда все-таки, да, с российским рынком акций. Наверное, да, надеюсь тоже, по крайней мере. Конечно, я тоже очень надеюсь. Что к этому привело-то? Что к этому привело? Тем более, извини, ты начальник отдела продаж инициационных продуктов. Да, безусловно. Ну, то есть, в основном мы будем говорить, идем на поводу клиентов. Хочет клиент, значит, мы ему с удовольствием продаем брокерский договор, который позволяет ему играть. Можно сказать, что нет сейчас желания особо у клиентов, да, связываясь с фондовым рынком. Достаточно осторожно, достаточно осторожно люди, которые у нас обслуживаются, которые к нам приходят, относятся к этому делу, вот. То есть, на самом деле, сейчас очень много интересуется инструментами фиксированной доходности или хотя бы каким-то, будем говорить, композитным, композитной вещью. Вот, потому что, действительно, вот, ну, люди сейчас достаточно грамотные, по крайней мере, те, кто играет на рынке уже достаточно давно, вот, они смотрят динамику за последние два года, они смотрят движение, и, в общем-то, люди, ну, в основном, разочарованы. Кто-то считал, что рост будет уже, еще в прошлом году должен был начаться, вот, кто-то рассчитывал на восстановление американской экономики, мировой экономики, что мы подтянемся, кто-то считал, что, наоборот, вот, хорошая альтернатива в качестве нашей страны. Да, да, да. Вот, пока мы этого... То есть, если американцы не будут восстанавливаться, они к нам придут, да? Ну, что-то в этом роде, да. По крайней мере, по крайней мере, уходить уже, вроде как бы, уже некому, а вот придут люди, которые, может быть, из Европы, может быть, внутренне, локально, так сказать. Вот, и это будет интересно. Опять же, что мы видим, что, откровенно говоря, основания для таких надежд были. Вот, я вижу, что, по крайней мере, последние 2-3 года дивидендная политика многих компаний, в общем-то, вполне отвечает реалиям. То есть, она повышается. Можно говорить, что там 2-3% это еще недостаточно, но если раньше был 1, сейчас 3, это уже что-то. Если раньше было 3, а сейчас 7, это совсем неплохо. И поскольку все-таки дивиденды, это, ну, по большому счету, должно быть фундаментом для того, чтобы людям нравилось вкладывать деньги в акции, а не просто в расчетную спекулятивную рост. А вот сейчас там кто-то где-то выступит, кто-то где-то объявит ставку, и у нас все здорово вырастет. Нет, нет, мы все-таки склонны в такой классический инвестиционный, да, идеи. Это, я считаю, да, времена идут, но ценности-то вечные, и вложение в то, что приносит доход, или, по крайней мере, с большим основанием может приносить, оно как бы разумно. Средний и долгосрочный перспектив. Да, оно разумно. Поэтому я, имея в виду именно рынок акций, не скажу, что я готов развеять опасения, что я его вижу хорошо. К сожалению, нет у меня таких оснований говорить. А вот рынок фиксенком, это другое дело. Об этом можно говорить. Мы об этом чуть попозже поговорим. Женя интересует его мнение, потому что, опять-таки, да? Ну, здесь сложно не согласиться. В отличие от рынка акций, надо отметить, что облигации растут. Самая длинная нашего ФЗ, 207-я, сегодня выросла еще на процент. Перед этим два дня она также росла. Очень заметно. То есть, интерес чувствуется. Интерес, это был словлен, чем? Доходности все еще высокие на российском рынке. Вот. Пассивы у нерезидентов очень дешевые. То есть, если взять доллары, допустим, под процент, то разместить их под 7 процентов, это вполне прибыльное занятие. Даже если при этом придется потратиться на хедж по валюте. Поэтому, конечно, фиксенком сейчас выглядит достаточно привлекательно. Что касается акций, ну, здесь зависит от отрасли. Если посмотреть, как падал российский рынок в последнее время, то падала в основном энергетика и металлургия. То есть, отрасли, где дивиденды, вот, как правильно сказал коллега, невысокие, вот, а бета очень высокая. То есть, волатильность очень высокая этих секторов. Вот. Что касается компаний, где дивиденды высокие, то они не падали, а некоторые даже росли. Ну, если говорить, да, о подобных историях, есть смысл, наверное, сегодня вновь о магните вспомнить, который, да, исторический перехай сегодня сделал, и где-то я прочел. Да, магнит, наверное, стал самой любимой фишкой инвесторов, и такой защитной своего рода бумагой. Есть, есть, да. Его не упрекнешь высокой дивидендной доходности. Вот. Но, тем не менее, компания растет, несмотря на, там, стагнацию экономики фактическую. Вот. Компания растет. Более того, этот бизнес, он, наверное, всегда будет востребован. Все-таки за продуктами люди пойдут всегда. Это да. Это да. Вот. И все рассчитывают на то, что дальше все будет лучше. Дай бог. Но, по крайней мере, не хуже. Ну, мне очень интересно, ты сам тоже так думаешь? Что дальше будет все хорошо. Что касается магнита, возможно. Но, мне кажется, все-таки бумага сильно переоценена. Сильно. Ну, не исключено... Какой-то, в какой-то момент ситуация поменяется, и желательно в этот момент бумаги уже не быть. Опять, да, может быть, это будет связано, да, с какой-то коррекцией на американском рынке. Да, то есть, периодически инвесторы выбирают любимую бумагу, и происходит вот такой задерх котировок, там, Распадская одно время была самой любимой бумагой. Смотрите, что с ней стало. Да, а потом, как известно, из космоса падать гораздо веселее, да? Чем рядом с Землей находимся. Да, я совершенно согласен с Евгением. Ритейл, он во всех областях, он всегда считается очень надежной вещью. То есть, тот же магнит, та же МТС, тоже услугам, которые, ну, будем говорить так, люди, наверное, сложно представить, что они будут отказываться в МПКОМ. Поэтому эти бумаги действительно показывают себя неплохо. Тоже Соргут, кстати, он, конечно, немножко в другую область работает, но, опять же, его дивидендная политика, вот я думаю, что, ну, это, ну, на нашем рынке, может быть, если не образцовый, то, по крайней мере, флагманский, это точно. И вот, опять же, бумага вполне прилично себя ведет. Хорошо, хорошо, ну, поскольку мы о точечных каких-то историях с вами заговорили, Сереж, да, и на что еще можно посмотреть все-таки? Посмотреть-то есть? Ну, по акциям, по акциям, ну, потенциально, потенциально есть очень хорошая бумажка. Другое дело, что, конечно, тут надо прикидывать объемы, которые каждый конкретный инвестор собирается вкладывать. То есть, те же, та же Дикси, я, например, на ВТБ вполне положительно смотрю. Ну, что еще можно сказать? На ВТБ положительно смотришь, вот, несмотря на то, да, что с ней происходит в последнее время? Несмотря на то, да. Тем не менее, у них есть определенные, ну, будем так говорить, вещи, которые, ну, вот сейчас вся эта история с Кипром, она немножко пройдет, успокоится. Ну, сегодня уже отскок начался, ну, пишут, единственное, аналитики умные, что это технический отскот, к сегодняшний, что есть фундаментальный инвестор. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Ну, 2,5% сегодня прибавила бумага. Да. Вот так что я думаю, что ВТБ, в общем-то, тем не менее, достаточно. У него фундаментальные показатели неплохие. И я, в общем, ну, не берусь, если уж советовать, но, по крайней мере, считаю, что достаточно интересный среди прочих, будем так говорить. Ну, учитывая, да, что нам особо выбирать-то не из чего, вот мы на ВТБ посмотрели. Жень, как смотришь, на банковский сектор отечественный? Я на банковский сектор смотрю не очень позитивно, к сожалению. Дело в том, что банковский сектор рос очень быстро последние два года, и сейчас он начнет тормозить в любом случае. Вот. Ну, не могут просто люди, если у них не растут доходы, также наращивать свои пассивы заемные. А до этого они очень активно, там, по 40% в год росли портфели, вот эти розничные. И, как бы, рано или поздно должно это приостановиться. А когда это приостанавливается, начинают у банков, начинаются неприятности. У них начинает расти просроченная задолженность, например. Вот. Это очень, не самым лучшим образом сказывается на их прибыли, на их доходах. Вот. И, что касается ВТБ, наверное, не самая лучшая бумага. Я бы все-таки Сбербанк предпочел. Если выбирать, да, между этими двумя, то... Да, вот с фундаментальной точки зрения. А почему сегодня он растет? Ну, наверное, слишком многие, согласно с моим мнением, нашартили, что называется. Ну, правильно. Нет, ну, более того, я так думаю, что многие заработали на всем этой истории, и надо забирать, фиксировать прибыль. Да, вот именно этим они сегодня и занимаются. Не исключает и такой возможности. Конечно, конечно. Ну, вряд ли, да, что мы видим разворот нисходящего этого движения. Скорее всего, это технический отскок. Кстати, если не возражаете, если это можно сделать, сегодня интересные, по крайней мере, сообщения в СМИ о нашем секторе энергоносителей. Да, энергоносителей, да, вот в связи с ресурсовизацией известного вам холдинга, какие-то тут движения пошли. Это все-таки не носителей, а распределителей. Хорошо, распределителей. По этому поводу, Жень, что можно сказать? Насколько действительно вот шевеления в этих бумагах? Ну, если я правильно понял, речь идет об слиянии или не слиянии ФСК и РСК. Ну, неважно, о реструктуризации, как сейчас называют. Да, реструктуризации электросетевого холдинга. Заключается она в том, что ФСК становится очередной дочкой холдинга МРСК, которая переименовывается в российские сети. Ну, вот, откровенно говоря, сегодня объявили коэффициенты, и я рассчитывал, что ФСК все-таки оценит дороже. Мы сейчас послушаем, что ты считаешь дальше. Ну, новости на Финам.ФМ сначала. Итак, продолжим. Давайте продолжим. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, в частности, говорим о рынке Российской Федерации. Ну, и как, собственно, единодушно в данном случае озвучивают свои мнения мои сегодняшние гости. Кстати, рынок акций, как минимум, не особенно привлекательный. Сейчас, кстати, я напомню, в гостях сегодня Сергей Александров, начальник отдела продаж институтных продуктов в Банке «Стройкредит» и Евгений Шаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией «Ингострахинвестиции». Жень, ушли мы на новости, еще пару слов буквально. Да, что касается объединения, опять-таки не объединения, а внесения в капитал холдинга МРСК компаний ФСК, госпакета ФСК. Я рассчитывал, что ФСК все-таки оценят дороже, но как-то нелогично для Росимущества было то, что доп. эмиссию они выкупили по 51 копейке, а для сделки они оценивают это в 28 копеек, то есть практически в два раза дешевле. Но, тем не менее, это свершилось, что, собственно, и отражается сегодняшней динамикой. ФСК торгуется хуже, чем холдинг МРСК. Помимо этого, да, как ты говорил, что они достаточно волатильны сегодня внутренние дня себя ведут? Да, то есть на объявлении коэффициентов наблюдался некий оптимизм, там холдинг МРСК рос на 5-6% в моменте. Сейчас, если я не ошибаюсь, конечно, ничего не поменялось, если за последнее время обе акции в минусе, ФСК в минусе, естественно, больше. Так оно и есть. Ну, с чем это можно связать? Это можно связать только с рыночными настроениями. И в той, и другой бумаге достаточно много спекулянтов, которые так или иначе... Ну, то есть спекулятивно новость отыграна, да? Кто-то там что-то купил, что-то продал, а средний долгосрочно пока... Фундаментально. Обе акции, конечно, интересны, но дело в том, что для сетевого хозяйства очень непрозрачные условия. Правительство периодически любит менять правила игры, и инвесторам это уже порядком надоело. То есть все сетевые компании, они достаточно дешево выглядят, но, простите, тем не менее, не торопятся. Понятно. Хорошо, Сереж, тогда вернемся к идеям, которые ты начал озвучивать, да, так сказать, высказал свое мнение в отношении рынка акций. Рынок инструментов с фиксированной доходностью. Вот что сейчас наиболее интересное предложение для клиентов, ну и, в принципе, на чем сейчас можно? Ну, собственно, то, что Евгений сказал, я могу только присоединиться, потому что, действительно, сейчас очень хороший приток, и то, что мы с самого начала говорили, очень хороший приток в федеральной бумаге, ОФЗ, причем, естественно, в самые длинные, потому что они наиболее спекулятивные. По 207-й ОФЗ очень большие объемы проходят. Доходность, действительно, если сравнивать ее с западной, а сейчас у нас как раз приток западных денег, благодаря тому, что и техническая возможность появилась у западных инвесторов, в том числе, это действительно интересно, если на взгляд локальных, так сказать, инвесторов, они привыкли сравнивать, допустим, свои варианты с банковскими депозитами, да, то есть 7-6% по сравнению с 11,5-12% это как бы мало, вот, то на взгляд иностранцев это более чем достаточно, и, в общем-то, у каждой страны своя правота. Вот, помимо этого, у ОФЗ еще ряд преимуществ есть, но это уже, будем говорить, для институционных, так сказать, участников. Да, да, не для физических. Да, вот, есть очень много интересных бумаг, чья доходность, естественно, выше, и есть ли стратегия в том, чтобы взять и просто задержать это погашение, не обращая особо внимания на ликвидность, а только лишь на надежность имитента, скажем так, да, то есть очень интересные бумаги, которые сопоставимы с банковскими депозитами, или, по крайней мере, ненамного, так сказать, вступают. То есть интересный вариант есть. И, на мой взгляд, вот сейчас вот, сейчас, ну, для наших, например, нашего банка предпочтительно вот такой вариант. Ну, а если смотреть все-таки на физическое лицо, на частного инвестора, человека, может быть, если позволите, не очень искушенного, да, в финансовых рынках, то у него вариантов особо нет, я так понимаю. Надо смотреть на банковский депозит. Ну, банковский депозит, действительно, если человек не готов платить за обучение работы на фондовом рынке, то банковский депозит, наверное, самое интересное и самое простое дело. Самое простое. Да, безусловно. Ну, в данном случае, может быть, наиболее... Учитывая еще наличие СВ, так это вообще беспроблемно. Ну, вот я, наверное, внесу некоторое дополнение по этому поводу. Сейчас сложилась, по-хорошему счету, ненормальная ситуация на рынке. Вот. То есть банковские депозиты, они дают примерно такую же доходность, а то и лучше, как и рынок облигаций. Почему это происходит? Помимо того, что... Извини, пожалуйста, я тебя перебью. Это ненормально. Это ненормально. То есть в развитых странах... Риски разные совершенно. Риски разные, да. То есть банковские депозиты, поумолчать, должны меньшие доходы. Именно так. То есть в развитых странах именно так и происходит. Там существует премия по рынку облигаций к банковскому депозиту. У нас этой премии нет. Почему ее нет? Потому что очень много денег на рынке облигаций. И деньги эти, они не только инвесторов, физических лиц, юридических лиц. Это еще и деньги самих банков, которые покупают эти облигации, потом их репуют в ЦБ и получают под это достаточно дешевое фондирование. То есть ставка андонимного репо, допустим, 5-5,5%. То есть банк, допустим, привлек деньги в депозит под 8-9 годовых. Вот он купил облигацию под 7 годовых. Разместил ее в ЦБ, получил деньги под 5,5. То есть он уменьшил стоимость своего фондирования, которая составляла там 8 или 9, в зависимости от того, сколько он платит, за счет этой операции. А некоторые, насколько я знаю, умудряются по несколько раз это делать? Некоторые умудряются по несколько раз это делать. Вот. Таким вот образом, по сути, ситуация ненормальная. Ненормальная. Вот. Должно же быть наоборот. И в конечном итоге, смотри, ну, рано или поздно, мы все время говорим, да, пока ситуация ненормальная, вот до какого-то момента она продолжается, продолжается, потом должно что-то случиться, и, соответственно, все посыпалось. Вот что должно случиться в данной ситуации, чтобы мы из этой ситуации... Чтобы, да, чтобы картина изменилась. Что должно случиться? Ну, во-первых, ЦБ должен как-то изменить свою политику. Во-вторых, у нас, по сути, после кризиса так и не сформировался рынок высокодоходных облигаций. Ну, кто-то его называет мусорными облигациями. Вот. Но... Ну, потому что они высокодоходные, конечно. Да, действительно. Этого рынка сейчас, по сути, нет. До кризиса он был. То есть размещались все вот эти вот непонятные эмитенты, которые после кризиса с рынка ушли. Ну, и просто маленькие компании, которые... Смотри, а если они непонятные эмитенты, может, действительно, не нужно им размещаться? Зачем они мусорить будут на рынке? Мусорить? Ну, как? Или все-таки предполагается, что цивилизованные... Это все-таки способ для инвесторов заработать повышенную доходность. Ну, или как минимум выбрать. Выбрать еще. Ну, потому что эмитенты такого плана, что их, наверное, уже будет государство спасать, как это оно делало в прошлый кризис. Тех, кого спасать не будут, но их можно перечисать по пальцам. Соответственно, рынка такого нет. И выбирать, по сути, не из чего. Соответственно, предложить инвестору что-то с повышенной доходностью на рынке фикс-тинком сейчас невозможно. Опять приходим к тому, что особо выбирать-то не из чего. Альтернатив особых нет. Да, Сережа? Ну, я согласен частично. Хотя оптимизма Евгения не разделила бы о том, что практически все эмитенты у нас закрыты государством или какими-то людьми, которые готовы будут обеспечить их погашение. Как раз считаю, что достаточно много тех, за которые никто поручаться и отвечать особо-то не будет. Да даже и достаточно приличные эмитенты. Ну, взять тот же Мечил, например, это очень серьезно крупное еще Советское Кремленное производство. Доходность этих бумаг доходила до 15-16. Да, это тоже, конечно, как бы немножко, будем говорить, редкий случай для нынешнего рынка. Ну, я вмешаюсь, если позволите. Да, конечно, сейчас я договорю. Но, тем не менее, возможно было вложиться достаточно под хороший процент. И, ну, предпринимались там движения в плане, что этот эмитент в случае чего получит поддержку, скорее всего, да, согласен. Но, тем не менее, наряду с этим доходности были приличные. А насчет того, что нужен ли нам рынок мусорных облигаций, ну, мусорных называют не потому, что там высокая доходность, а потому, что как раз слишком высокий уровень риска, что, конечно, связано, но, тем не менее. Вот, не знаю, в свое время перед самым и даже в ходе уже самого кризиса были приняты определенные меры регуляторам, которые были направлены на то, чтобы повысить именно, ну, не повысить, а затруднить доступ для тех компаний, которые хотят. Хотят, но уже заранее понятно, что, скорее всего, все, скорее всего, будет у них плохо, вот затруднить им выход на рынок, сделать так, чтобы они либо обеспечили чем-то свою эмиссию, либо каким-то другим путем, значит, закрыть им доступ такой свободный. Что еще могу сказать, что вот исчезновение вот таких высокодоходных облигаций с рынком, оно идет параллельно с уменьшением, ну, будем говорить, инфляции в стране. То есть, если раньше при инфляции, там, 11% доходность была 14-15%, ну, сейчас при инфляции, там, за последний год 6,5-6%, ну, доходность у нас есть бумаги 10%, допустим, процентов 11%. Ну, то есть, связанный процесс такой, да? Другое дело, что все-таки банковские депозиты, на этом фоне, сильно завышены по отношению к остальным показателям. Пожалуйста, Евгений. Я понял. Уже я по поводу Мечила, если что-то хотел говорить, да? Ну, наверное, не только по поводу Мечила, но и всех подобных имитентов. Все-таки повышенная доходность по Мечилу, она происходит не из-за того, что Мечил готов занимать под такую повышенную доходность, а потому что на рынке сложилась такая ситуация, что инвесторы вот не очень доверяют вот этим вот конкретно облигациям. Конечно, это я и сказал. И, соответственно, Мечил, он не пойдет на рынок с такими облигациями занимать под такую доходность. Ему это не нужно. Дело в том, что нет компаний, которые готовы идти на рынок и платить повышенную доходность. Почему это происходит? Потому что не растет экономика. Не готовы предприниматели выходить на рынок с займами и платить повышенную доходность. До кризиса как раз происходило все по-другому. То есть люди шли на повышенную доходность, рассчитывая именно погасить эту повышенную доходность, платить эту, потому что бизнес рос еще более высокими темпами. Сейчас такого нет. Но мы, наверное, уделили слишком много просто внимания мусорным облигациям. Дело в том, что с остальными облигациями тоже ненормальная ситуация. Они не дают премии по отношению к банковским депозитам. Если посмотреть на рынок облигаций, то самые высокие проценты платят именно банки на рынке облигаций. — Ну то есть опять, если мы возвращаемся, я как частный, любой как инвестор, я выбираю, возможно, где-то заработать. По поводу акций мне уже сегодня рассказали. Туда лучше не смотреть. Вот у меня есть инструмент с фиксированной доходностью. Я смотрю на них и вновь вижу, зачем мне нужно связываться с рынком облигаций. Если есть банковский депозит, он не просто надежнее, но он еще и больше денег. — Правильно, сложилась вот такая ситуация, что для частного инвестора сейчас лучше депозита, по сути, ничего нет. Очень сложно перебить это предложение от банков. Потому что банки, они, привлекая эти деньги, они мало того, что, как я уже объяснил, их удешевляют за счет покупки облигаций и репования этого ЦБ, они еще и могут размещать это в розничные кредиты, которые выдают по 25 годовых. — Желающим купить телевизор или стиральную машинку. — Что тоже не в убыток себе, опять-таки. — Тоже не в убыток. — Даже на такой большой... — Конкурировать с этим очень тяжело. — Что я хотел бы добавить, что, говоря о, будем говорить так, ну, жадных или слишком бережливых имитентах, которые не готовы предлагать за свои облигации высокую ставку, мы забываем о том, что ведь им нет смысла предлагать высокую ставку. Сейчас достаточно недорогие кредиты относительно для тех же имитентов. И если раньше выходили на рынок облигаций именно потому, что кредиты были слишком дороги, и удешевление с помощью эмиссии, займа и даже хорошей ставки, тем не менее, было выгодно, то сейчас предлагать, ну, будем так говорить, высокую ставку выше 20 депозитов, там, 16-16 смысла нет. Можно взять почти такой же кредит. — Спасибо огромное. Сейчас еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ. Потом продолжим этот разговор. Ну что ж, последняя часть нашего эфира. 12 минуточек осталось. Давайте мы продолжим. Я напомню, прежде всего, в гостях Сергей Александров, начальник отдела продаж институционных продуктов банка «Стройкредит» и Евгений Ишаго, глава аналитического департамента, управляющий компанией «Ингосстрах инвестиций». Обсуждаем ситуацию на российском рынке. Посмотрели на него со всех сторон, ну и со многих, по крайней мере, и на рынок акций, и на рынок облигаций, да, и на рынок, так называемый, фиксинг, да, инструмент, фиксированный доходностью, и в качестве, значит, альтернативы, да, выбор наш пал на банковский депозит, который в этой ситуации, да, получается для, ну, для частного инвестора, как минимум, да, и наиболее безрисковый, наиболее безрисковый, наиболее надежный и приносит больший доход. — Единственное, что я добавлю, что не надо забывать, что банковский депозит хорош всем, но он, как правило, срочный, то есть капитал, ну, омертлен, да, на какой-то срок, то есть человек, да, может его забрать, но с потерей, как правило, либо всей процентной суммы, либо значительной участия. — Ну, это когда мы традиционно, да, с вами говорим о преимуществах того или иного рода инвестирований, вот один из минусов банковского депозита как раз этот, он срочный. — Пожалуй, единственный, который я вижу. — Да, ну, может быть, может быть, да. — Если ты пришел раньше времени, ты расторгаешь договор, и можешь... — Ситуация бывает разная, да, у людей, кто-то не предусмотрел, у кого-то новые обстоятельства открылись, это единственное. — Я боюсь сейчас оказаться неточным, но мне кажется, банки и на это уже идут, да, и на это предлагают какие-то, так сказать, компромиссные варианты. — Да, да, есть компромиссные варианты, но все-таки это достаточно редко встречается. Обычно, если депозит досрочно расторгается, то ставка выплачивается по ставке до востребования. — Это 0,1% или около того. — То есть я теряю ту доходность, на которую... — Да, 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 именно доходность теряется. — В случае с облигациями, надо заметить, такого не происходит. Помимо... Купон начисляется за те дни, которые инвестор владеет облигацией. То есть приспичило им на следующий день выйти из этой облигации, пожалуйста, за один день получите доход. — Исходя из ставки... — Исходя из ставки купона, да. — Да, и опять же, при росте стоимости самой облигации, да, мы получаем дополнительный доход, то есть он может значительно превысить ставку купонную, да, и даже превысить банковский депозит при удачном стечении обстоятельств. То есть это не исключено. То есть это разумное сочетание такого некоторого игры и некоторого обеспечения. — Ну, опять-таки, да, надо повторить, что, ну, наш отечественный рынок, нынешний рынок, по крайней мере, далек от идеала, и, к сожалению, да, вот эти все классические варианты не очень сейчас востребованы, да, Жень? — К сожалению, да, вот именно регуляторы поставили в банке в такое приоритетное, что ли, положение, и немножко сложно вот предложить альтернативу с помощью инструментов фикс-тинком или еще чего-то. — Жень, а если с точки зрения вот этого самого регулятора порассуждать, вот он же наверняка же понимает происходящее событие. — Регулятор понимает происходящее событие, но я думаю, что он просто немножко ограничен возможности действовать, то есть, возможно, они бы хотели сократить ламбардный список и какие-то еще сделать такие манипуляции, чтобы банки вот так резко не наращивали свой кредитный портфель рисковый, беззалоговый. И ЦБ идет уже на эти действия, увеличивая, в частности, отчисления в обязательные резервы для кредитов не обеспеченных. Вот, но я думаю, что мы еще долго будем идти по этому пути, когда, наконец, появится нормальная ситуация, и рынок облигаций действительно будет более привлекательным, чем рынок банковских депозитов. — Ну и стоит добавить, да, что и рынок акций, наконец-то, оживет. — Кроме того, здесь, наверное, еще нужно отметить движение с другой стороны, что все-таки население не будет так, через какое-то время оно не будет так активно потреблять кредитные продукты. Ну, наверное, не все захотят брать на вторую стиральную машинку под 25 годовых кредит или под 50, так как некоторые банки предлагают. Вот, и рано или поздно этот безумный рост банковских портфелей кредитных, он закончится. Соответственно, упадет возможность банков платить повышенные ставки по депозитам. — Ну что ж, может быть и так. Я вижу такую некоторую цепочку, да. В прошлом году был очень высок рост именно вот кредитования физических лиц. Ну, сейчас уже... — Высок рост, именно прирост, да, новых кредитов в портфель? — Прирост, да, увеличение, да. При уменьшении темпов, а они, безусловно, будут, потому что, ну, если просто-напросто физические ограничения, возрастет просрочка. Вот, просрочка, в свою очередь, я думаю, будет поддавливать банк для того, чтобы они принимали более, ну, взвешенные, так, как это было, опять же, несколько лет назад, у кризиса есть, в конце концов, при всей его неприятных сторонах, — Да, да, у него есть позитив, безусловно. — Позитивных, да, вещей. Вот, таким вот, может быть, ситуация... — Любой кризис на землю ставит, да, кого бы то ни было. — Конечно, может быть, эта ситуация как раз будет урегулироваться с той стороны, хотя бы частично. — Хотя бы частично. — Я понял. — Еще один вопрос, поскольку мы о регуляторе сегодня упомянулись, заговорили. Ну, два слова буквально по текущей монетарной политике и по возможности снижения ставки рефинансирования. — На последнем заседании ЦБ показал, что будет двигаться в сторону смягчения монетарной политики, но, наверное, не так быстро, как мы им хотелось бы. То есть некоторые ставки были понижены, но ключевая ставка осталась без заменений. Тем не менее, все ждут вот в мае, может быть, в июне снижения ключевой ставки. И, наверное, это будет еще одним поводом для того, чтобы как раз росли облигации. А ставки по депозитам снижались. — Ну, это было бы логично. Но, с другой стороны, снижение процентной ставки, ну, я думаю, там не будет никакого революционного, да, какой-нибудь стандарт 0,25. — Да, но это может быть серия снижений. — Серия. — Снижение процентной руководства может ничего и не произойти из того, что все ждут. — Ну, это осталось ведь формальностью, согласись. — Это осталось формальностью. Всем уже понятно, что кто и как и зачем придет, но, тем не менее. — Нужно именно вот, да, что называется, протокол выдержать. — Да, да, да. — Госпожа Добиулина встала. — КПРФ уже сегодня заявили, что они будут голосовать против. — Так, ладно, ладно. С этим тоже более-менее разобрались. Ну, и последнее, что меня очень сильно огорчает, если позволите, да, и даже не так сильно заботит, это текущая динамика на сырьевых площадках и, в частности, на цены на нефть. Вот. Может быть, конечно, это уже не так. Какое-то время назад мы, может быть, оторвались. Да, ну, жесткой взаимосвязи нет между стоимостью нефтяных котировок и какими-то внутренними нашими событиями. Может быть, это так, а может быть, это не так. Вот 104 за баррель. Ну, и ориентироваться на бренд, если будем. Это много или мало, Женя? — Ну, это как бы не совсем то, что заложено в бюджет, но это некритично. — Некритично. То есть в бюджете гораздо ниже стоимость, да? — Да, вот если мы уйдем ниже 100 долларов за баррель по бренду именно, ну, тогда, наверное... — Вы чего-то почувствуете уже. — Да, будет уже как-то менее комфортно. Сейчас пока, ну, неприятно, но не более того. — Сереж, а правда, на твой взгляд, что даже высокие цены на нефть в нынешней экономической конъюнктуре, российской действительности, они особенно жизнь не улучшат. — Жизнь не улучшит, да. То, что мы видели, вот такой характерный признак, опять же, слабости рынка, что позитивные факторы играют очень слабо. Негативные факторы играют в разы сильнее. — Да, да. Что же касается цен на нефть, если об этом вспомнить конкретно, ну, неприятный фактор о том, что, может быть, это совпадение, а может быть, это реакция на то, что производственные индексы Китая и США показали, ну, будем так говорить, слабость. — Слабость. — Не думаю, что это, конечно, уже так сыграло на нефть, хотя, ну, может быть, спекулятивно. Но если продолжится вот это уменьшение активности производственных, главных производств мира, то это, конечно, может сильно припасть нефть. Это будет неприятно, да. — Ну, и в этом случае мы, так сказать, взаимосвязь опять почувствуем. — На рынке-то? — Ну, на рынке и в жизни. — Да, почувствуем и на курсе валюты, и на рынке. — Вот, а теперь, собственно, к курсам валют. Я вам, ну, не для вас, конечно, вы-то знаете прекрасно, просто лишний раз хочу напомнить. На прошлой неделе, несколько дней буквально, там, да, можно говорить о среде, четверге, наверное, пятнице. Мы увидели резкое ослабление рубля, ну, рыночными, я так предполагаю, все-таки способами. Значит, рубль ушел в район 31,80, ну, и там вот, когда это было у нас, четверг как раз, да, установил некий локальный максимум, да, это четверг был. В пятницу он немножко откорректировал, сегодня он укрепляется, причем делает это не менее активно, да, такая замечательная дневная черная свечка, ну, в данном случае. Ну, смотрите, что произошло в моем понимании. То есть, были со стороны ЦБ поданы какие-то сигналы для смягчения денежно-кредитной политики, соответственно, все спекулянты ломанулись покупать доллар. Первое, что они сделали. То есть, продавать рубль. Продавать рубль, да. Раз денежно-кредитная политика смягчается, значит, российская валюта должна слабеть, то есть, по всем экономическим законам. Вот. Вот это продолжалось какое-то время, там, несколько дней. Несколько дней. Да. Вот в пятницу вылез ЦБ и сказал, хватит. Вот. Продал совершенно там символическое количество долларов. И этого было достаточно. Тем не менее, все поняли, что надо повременить. Сейчас еще не время, да? Еще не время. Сейчас еще не время. Такими темпами. Если они будут продолжать это делать, их накажут. Рублем. Я бы так еще и подчеркнул. Накажут рублем. Накажут рублем, потому что играть против ЦБ занятие достаточно беспреспективное. Это логично. Это логично. Конечно. Но в этом случае, смотрите. Тем не менее, есть, наверное, существуют некие опасения, что рубль может уйти и гораздо выше, ослабнуть, в зависимости от того, как вы смотрите на конкретный инструмент. Пара доллар-рубль, соответственно, все, что вверх, это слабеет рубль, укрепляется доллар. Так вот, есть ощущение, что рубль может ослабнуть и больше, и до 32, там с чем-то, да? А кто-то говорит и про 34, и про 35, и про 40. Ну, и дальше уже апокалиптический сценарий мы не обсуждаем с вами, да? Вот что должно происходить, чтобы он продолжил падение свое, несмотря на то, что... Нефть должна уйти ниже 100 долларов. Ниже 100, это первый момент, да? Это первый момент. Или единственный? В идеале еще ниже. В идеале еще ниже. Нет, еще на рубль влияют притоки оттоки капитала, но у нас сложилась такая ситуация, что идет стабильный отток капитала, и насколько вот он компенсируется высокими низкими ценами на нефть, в зависимости от этого, ходит туда или сюда рубль. Вот. Никаких других факторов здесь нет. Нет. Какая-то история опять, вот я, о макроэкономике, значит, известие с... Смотрите, ситуация макроэкономики, она стабильно плохая сейчас. Связано это не с ценами на нефть и вообще... Ни с чем. Не с внешними факторами, а с отсутствием структурных реформ. То есть все решения, которые в правительстве, они принимаются, они принимаются вот как-то не очень продуманно, что ли. Вот взять хотя бы повышение страховых взносов предпринимателям. Что мы увидели? Мы увидели отток предпринимателей. Это хорошая тема, к сожалению, мы не успеем ее обсудить. И я вас благодарю за внимание, и представить я тоже не умею. Спасибо огромное. До свидания.